Приветствую вас. Первое, что хотел бы сказать, это то, что в вашем тексте довольно сильно прослеживается тема веры, как таковой. И, собственно, вопрос ваш, он касается именно веры. То есть не делаете ли вы чего-то запретного тем, что просите, значит, в молитвах, чтобы мужчина, ваш муж, смирился с тем, что вы выходите на работу, что вы можете выйти на работу. Я полагаю, что именно по вопросам веры вам стоит обратиться в раздел религии. Вот. Именно в раздел религии. Потому что это тонкий вопрос, причем о религии именно вашей, вашей веры. Нужно найти специалиста, вот. Ну, я не знаю, как он называется, вот. В христианстве это священники, вот. Соответственно, мусульманцы, как это называется, я не могу сказать. Вот. И уже там, у этого человека, вы получите ответ на вопрос, исходя из, как бы, основ и постулатов вашей веры. Вот. Я полагаю, что психолог, научный психолог, да, научный, не может ответить на вопрос, запретно или нет. Потому что это немножко не наша сфера, не психологическая сфера, не сфера научного психолога, именно научного. Вы, как лаборатор, ну, я думаю, поймете этот момент. Тем не менее, как психолог, я хотел бы обратить внимание ваше вот на что. Если мужчина, как вы говорите, вас любит, да? Ну, вы прямо об этом не говорите, но я полагаю, что это понятно. Если мужчина вас любит, если она вас заботит, если он хочет, чтобы у вас все было хорошо, да, то как он допускает ситуацию, при которой вы, как бы, при которой вы, как бы, страдаете? Понимаете? То есть он говорит, я не могу заработать достаточно, потому что у меня, как бы, работа то есть, что нет. Доход нестабильный. Я не могу заработать достаточно. И я тебе запрещаю выходить на работу. То есть пусть нам не хватает вещей, не хватает денег на элементарные вещи. Пусть нам вообще иногда ни на что не хватает. Я все равно не позволяю тебе выходить на работу. Просто потому, что мне вот так, так вот мне хочется. И вопрос у меня здесь. Ну, он, так сказать, такой вот. Насколько это, ну, соответствует вообще образу любящего мужчины, который, ну, действительно, действительно заботится о вас. Вот вы сказали, что вы понимаете, что это жизненные вещи. И что? Они не так важны, эти жизненные вещи? Например, не так важно средства гигиены, да, самые необходимые и так далее. Не так важна еда или что-то еще. Насколько ваш мужчина понимает, что именно по его вине, именно по его вине и по его ответственности вы страдаете и недополучаете чего-то. Насколько ваш мужчина включает вот в свою любовь к вам, да, дозволение того, что вы подавлены из-за того, что не можете работать. То есть, что вы переживаете, что вы грустите, что вы чувствуете себя, там, неправоценно и так далее. Далее. А вы учились 6 лет. Зачем? То есть, если вы хотели работать, то, наверное, сперва нужно было выйти на работу, а уже потом, уже потом, собственно, выходить замуж. То есть, в вашем случае не совсем понятно. Вы, как бы, говорите, что вот я сейчас лет училась и теперь не могу работать. Но при этом, как я понял, ну, в вашем месте пребывания это нормально, что мужчины не позволяют своим женщинам работать совсем. Вот. И, как бы, не очень волнует их то, что вы хотите. Так, а как же тогда, как же тогда вы, ну, учились? На что вы рассчитывали? Если вы просто надеялись, что мужчина смирится, нет, он не смирится. Просто так он не смирится. Просто так. Это будет либо постепенно, да, либо что-то еще. Но опять же, у меня вопрос, насколько это вообще укладывается в его понимание любви. Да? То есть, если мужчина говорит, что он любит, ну, хорошо, допустим, он любит, он настолько любит, что позволяет вам, да, значит, значит, ну, страдать. Вот. Такая ситуация получается. Ну, понимаете, это вот тут странно, это как минимум странно. Как минимум. Понимаете? Вот. То есть, это как минимум не вписывается в... концепцию любви, так как ее понимают в науке. Вот. Дальше идем. Значит, так. Значит, эм... Так, ну, тут вы пишите... Так, мой вопрос в том, он говорит, что работа испортит всю нашу жизнь, что пропадет согласие между нами, и наши хорошие отношения друг к другу. Знаете, увязка мужчиной работы и ваших отношений, есть, судя по всему, только у него воображение. Вот. Это он боится, что ваши отношения испортятся. Это он говорит, что, на секундочку, значит, сейчас, так, что не будет вас любить, если вы выйдете на работу. То есть, его любовь, получается, она условная, а условной любви не бывает. И, исходя из этого, можно сказать, что мужчина просто преследует цель подтечить свое самолюбие, эго. То есть, он будет чувствовать себя хуже, если вы будете работать. Типа, вот он не справился, вот вы вынуждены работать. В этом все дело. А теперь вопрос. Почему вас это должно волновать, если у мужчины небезусловная любовь к вам? Понимаете? Как вы вообще сами относитесь к тому, что есть что-то такое, что может повлечь за собой, ну, скажем так, отсутствие любви. Ну, вот как вот вы сами считаете? Как вот вы сами полагаете? Если вы считаете, что это нормально, это ваше право. Ох. Дальше. Опять же. С точки зрения, вот, с точки зрения научной психологии, то то, что вы просите у высших сил смирение мужа с тем, что вы хотите выйти на работу, вместо того, чтобы самой делать что-либо для этого, да, то есть, ну, просто взять, например, и выйти на работу. Ниже мы бы ранее нашли. Это говорит о страхе взять на себя ответственность. То есть, знаете, учиться, вот, выбор учиться был вашим. Он не просто был, это и есть ваш выбор. И работать, это тоже ваш выбор. И как во всех случаях выбора, любого выбора, человек несет ответственность за свой выбор сам. То есть, он не просит у кого-то поддержки, потому что это выбор из человека. Он сам выбрал это. Вы сами выбрали учиться. Ну так и продолжайте. Продолжайте в том же духе. Продолжайте в том же духе на самом-то деле. То есть, действуйте так же. Грубо говоря. А то получается, что вы свой выбор сделали, и хотите, чтобы далее за вас его кто-то другой сделал. То есть, вера, это хорошо, но вера не должна замещать личную ответственность. Понимаете? Вот. Почему-то вот, когда вы учились, да, тратили 6 лет на образование, вы почему-то не считали это запретным, и не обращались к высшим силам. А сейчас, когда вы начинаете работать, ну, то есть, вот, планируете работать, да, это уже почему-то под запретом. Согласитесь? Странно. Ибо любая учёба, ну, вот, высшее образование подразумевает работу в дальнейшем. То есть, человек на кого-то учится, чтобы работать, да? Ну, вот. Понимаете? Ну, и здесь нужно ещё понимать, что мужчина, он преследует не ваши цели, точно, когда запрещают вам выходить на работу. И весь вопрос в том, насколько вы считаете для себя это приемлемо. Вот. Что-то, насколько вы считаете адекватным, что мужчина думает о себе, а не о вас. Вот. Так. Я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. То есть, значит, давайте посмотрим, что вы пишете в конце. По сути, мужчина заставляет вас похоронить свою мечту. Что это за любовь какая, с научной точки зрения, ответить нельзя. С научной точки зрения, это не любовь. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваши вопросы. Ну, ещё раз повторюсь, что, если вас интересует именно религиозный аспект проблемы, то я рекомендую задать свой вопрос в раздел «Религия», там вам ответ. Но его нужно сформировать, как мне представляется, более узко. То есть, вот, что, например, есть, допустим, ну допустим, есть вот такая проблема, я хочу работать, да. Вот. Муж мой, соответственно, против. А я прошу высшие силы, чтобы они помогли ему смириться. Соответственно, не делаю ли я чего-то запретного этим, тем, что прошу подобных вещей. Вот. Вот примерно так, мне кажется, нужно задавать вам этот вопрос. Именно в раздел «Религия». Если у вас остались вопросы ко мне, по моему ответу, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду рад, если вы сделаете его лучшим. Вот. Буду благодарен вам за это. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.